Привет дорогие друзья и это седьмой выпуск с зеленым столом. Сегодня к нам на рассмотрение пришла индивидуальная защита. То, что должно быть у каждого игрока, независимо от вероисповедания или предпочтения в цветах фломастеров. Защитные очки. Точнее сказать, реплика защитных очков ES Crossbow. Данная реплика была любезно предоставлена магазином VR Tactical и аукционами Виктории Романовой. Кто не в курсе, ссылки в описании. Приходит она вот в такой симпатичной коробочке с кучей всяких импортных буквок, из которых можно подчеркнуть базовую информацию, что там находится внутри. Чехол для очков. Даже не чехол, а самый настоящий жесткий футляр, обшитый нейлоном с фирменными буквами от компании ES. По кругу все жестко, нареканий нет, а грехов конструкции не наблюдается. Качественная молния, приятный на ощупь нескользящая фактура. Открываем и глядим, что-то внутри. Первое, что нас встречает, это макулатура. Немного, но сходить подумать все-таки хватит. Все на импортных языках. Кто понимает, может ознакомиться. Вторая бумажка – инструкция по замене линз. Полезно, потому как в картинках. Для таких, как я. А вот это уже интересно. Оптическая вставка. Очкарики, радуйтесь! С этими очками можно играть в очках. Как-то криво произнес. Стоит заказать только в оправу линзы. Тряпочка для протирания линз. Полезно. Носочек для очков. О, прикольно! А вот и сама оправа, с уже вставленной в нее защитной черной линзой. К ней в догонку две дополнительных. Желтая, для пасмурной погоды, и сумерек. Пластик довольно толстый, но гибкий. Вызывает доверие. Прозрачная линза, для тех, кто не любит других видов, или для других жизненных ситуаций. Пластик такой же гибкий и довольно толстый. Ой, а тут наклейка. Сто процентов защита от ультрафиолета. Ммм, вы знаете, что-то я дико сомневаюсь. Хотя, все может быть. Ребешок для удержания очков на черепушке, при максимальных перегрузках. Полезно. Ну и без него очки держатся очень даже хорошо. Внутри футляр дополнен поролоном с ячейками для линз. Ах да, забыл. Футляр снабжен стропой Молли. Вот за это производителю огромный респект. Сама оправа представляет из себя пластиковую дужку. По внешнему виду добротный и гибкий пластик. Дужки растягиваются под любой размер головы. Без особого фанатизма, если использовать, сломать сложно. Характерного люфта или скрипа при легкой деформации не обнаружено. Нижняя часть заушин покрыта неким прорезиненным материалом, предохраняющим от скольжения и раздражения кожи при постоянной носке. На концах отверстие для крепления шнурка. На внешней части стоит клеймо, которое говорит о пафосности данной реплики. На внутренней части оправы есть маркировка и клеймо, копирующий по всей видимости оригинал. Так как стоит клеймо ANSI Z87. Путем легкого гуглижа мы понимаем, что линза должна выдерживать попадание стального шара диаметром 6,4 мм на скорости 50-100 м в секунду. Сразу скажу, информация абсолютно ложная. И с истиной ничего не имеет общего. Очки не соответствуют этому стандарту. Следует отметить, что поставить оригинальное стекло в эту оправу у вас не получится, поскольку оригинал заметно толще, зацепы глубже. Это следствие несоблюдения размеров китаем. Но несмотря на это, в данных очках линза держится уверенно и нет никаких люфтов. В комплекте, как уже было ранее сказано, идет носовая вставка для использования людьми с ослабленным зрением. Сам материал сделан добротно, достаточно гибок и упруг. Жуткой китайщины не обнаружено. Думаю, послужит и неплохо. Одно но, сама вставка держится на наноснике отвратительно. Вопрос решается легким допиливанием, чтобы зуб зацепа все-таки мог схватиться за оправу. Кстати говоря, использование широкой вставки для носа может сослужить добрую службу для тех, кто страдает запотеванием оптики. Ну, то есть 100% пользователей данного изделия. Оно отодвигает вашу оправу на чуть более дальнее расстояние от лица, что увеличивает вентилируемость данных очков. Я оценить успел. Реально, с ней лучше. В целом, даже с оптической вставкой очки выглядят внешне неплохо. Хороший комплект, который может понадобиться в любых обстоятельствах. Приятно, если учесть, что на данный момент их можно приобрести за 1100 рублей у продавца, что на заграничных деньгах около 17 долларов. Разумеется, на момент вашего просмотра цена могла измениться. Весь комплект свободно помещается в футляр и готов к эксплуатации. Ну, плохой был бы я обзорчик, если бы не попробовал их испытать на прочность. Давайте выйдем на поверхность и постреляем. Знакомьтесь, друзья. Это Боб. Сегодня у нас будет добровольцем. Он будет испытывать очки компании ЕС. Разумеется, реплики. Наша главная задача – испытать, выдержат ли они натиск нашего хобби. Испытывать мы будем сегодня АК «Бета-спецназ». Вы ее уже знаете по прошлому выпуску. Выдает он 137 метров в секунду в базе. Я зарядил его 25-ми шарами. На мой взгляд, самыми распространенными, которыми используются трейкбаллисты. И стрелять мы будем, откровенно говоря, практически в упор. По расстоянию максимум сантиметров 30. Жалко ли мне их? Определенно жалко. Но глаз мне еще больше жалко. Лишних и запасных у меня нет. Так, у нас свалился наносник. При этом очки выдержат. К сожалению, наносник сломался. Печальное зрелище. Но я думаю, его еще можно склеить. При этом очки остались живы. Это неплохая ночь. Теперь давайте посмотрим, что сделает очередь. Я сказал, очередь. Ну что, друзья, новость и хорошая, и плохая. Я остался без желтой линзы. Но при этом очки выдержали тот натиск, который должны выдержать. 137 метров в секунду очки успешно выдержали. Но при этом линза лопнула и осталась непригодной. Вполне возможно, у нее есть какие-то запасные части, и я смогу заказать. Ну, задача выполнена. И выполнена на ура. Ну что, дорогие друзья, реплика очков. Компания ЕС, предоставленная, любезно предоставленный магазин VR Tactical, к сожалению, не прошли испытания. Я бы их назвал таким не очень крепким средняком. 120 метров в секунду они выдержат на ура. Даже те же самые 140 метров в секунду они выдержат, но буквально единичные попадания. Если попадет очередь и появится хотя бы одна трещина, они лопнут. Если вы увидели на своих очках трещину, не поскупитесь. Купите новую линзу, либо новые очки. Потому что они разлетаются после этого просто... А на этом у меня все, Эля, почти все. Спасибо за то, что посмотрели видео до самого конца. Здесь видео, которое вы могли пропустить. Здесь вы можете подписаться на канал. Если это видео стало для вас полезным, поставьте палец вверх. И расскажите о нем своим друзьям. Оставляйте свои замечания внизу. Но, возможно, я сделал что-то не так. Всем увидимся. Пока. Несмотря на то, что линза разлетелась в щепки, а оправа пострадала, остались запасные линзы и наносники, которые все еще могут выполнять свои функции успешно. Поскольку до сих пор очень неплохо держатся в оправе. А вот теперь точно пока. Это не моя винтовка. Их много таких, но это не моя. А таких винтовок мало. И это моя. А обзор на нее можно посмотреть весь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok